друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж тема моего сегодняшнего брифинга будет связано преимущественно с евро потому что вчера мы краткосрочно сделали ставку на снижение главного валютного риска потому что увидели причин для такой динамики и оказались правы потому что на данный момент европейская валюта действительно локально снижается текущей котировки 1 1380 то есть принципе мы уже сделали то краткосрочную цель которую поставили но судя потому что за последние сутки ситуация для евро не только осталась прежней но возможно даже стоит отметить если взглянуть под другим углом можно найти причины для того чтобы дополнительно до продать этот актив с целями уже в районе отметки 1 13 или даже не ниже но я не готов сейчас смотреть на совсем уж далекую перспективу очень многие центральные банки уже видят базу для снижения евро к отметке 1 10 я думаю что сейчас максимум на что можно замахнуться это как раз тестирование поддержки нки 1 13 ну про евро собственно я сегодня вам расскажу что касается повестки экономического календаря то торговая сессия вторника это уже традиционно более интересный день ниже чем понедельник когда никаких отсчетов собственно нет сегодня я предлагаю обратить внимание на данные по рынку труда англии в 9 00 по московскому времени после этого в 12 00 темп экономического роста еврозоны и закрывать в плане неплохой значимой интересной статистике будут роничные продажи в сша по поводу рынка труда англии я с прошлой неделе из британской валюты вышел поскольку не ожидал такого резкого снижения но оно случилось сейчас оставлю в покое тактик тем более что ранее я вам а предлагал сфокусироваться сейчас на движениях нефти золото и канадского доллара с этими активами пока нужно работать но единственное что у нас была сделка бонусом по европейской валюте мы правильно сделали что все-таки не проигнорировали те локальные короткосрочные возможности которые появились по поводу статистики кстати в отношении еврозоны темпов экономического роста тоже это статистика которая позволит нам сейчас оценить приблизительно не точно общее состояние экономики но этот отчет не вызовет какой-то мощной реакции участников рынка потому что актуальные уже цифры сегодняшние эта статистика 3 квартала она фактически уже устарела даже если взять за основу от ситуацию с к видом которая сейчас вот прямо в моменте во многих регионах еврозоны значительно ухудшается в австрии примеру ежедневно фиксируется по 12 тысяч новых случаев заболевших и в австрии как раз ввели полноценный них локдаун для а тех у кого нет к видного паспорта очень похожая ситуация сейчас в греции в нидерландах в дании в италии германии и если повторные ограничения пусть даже подобие того что мы видели ранее будут все-таки введены то соответственно еврозона снова столкнется с серьезным сдерживающим фактором для экономического восстановления и станет для нас регионом которые мы будем описывать в мрачных тонах и соответственно ставим на средне-долгосрочное снижение валюты которая стоит за этим регионом здесь нужно также друзья понимать то что сейчас а динамика европейской валюты она связана с ожиданиями а трейдеров относительно того будет европейский центральный банк следующем числе тех регуляторов которые пошли на ужесточение монетарной политики но после их вчерашних комментариев кристина лагард который возглавляет европейский центральный банк кстати говоря ее речь и стала причиной обвала главного валютного риска очевидно что ецб будет сохранять статус q и сейчас не пойдет на урезание программы количественного смягчения точно на повышение процентной ставки очень похожая риторика лагард с риторикой хим джерома паула который их не видит в на последнем скачке инфляции ну хорошо не будем говорить про последние цифры потому что последние цифры комментарии паула по ним мы еще не услышали но если отмотать на неделю назад до выхода данных по инфляции мы помним что фрс отметил что инфляция вызвана временными факторами поэтому очень быстро достигнет своих пиковых значений и начнет корректироваться с последующей стабилизации в районе двух процентов такая же формулировка используется сейчас и кристин лагард поэтому без ужесточения политики которая могла бы в принципе быть анонсирована но этого не произошло евро не сможет сейчас локально восстановиться и упрочить свои позиции потому что мягкая экономическая политика она всегда тождественна именно нисходящему тренду при текущей ситуации с к видом при плохой статистике омраченных перспективах экономического роста растущих опасениях я понимаю почему кристин лагард воздерживается от риторики которая могла бы быть направлено на нормализацию именно монетарного корса поэтому сухом остатке по евро правильными выглядят текущие распродажи очень целесообразным будет решение ваши друзья рассмотрите возможности шорта по дуэту евро против доллара с целями если раньше вы не открывали шарты на отметке 1 13 так по поводу еще одного счета это роничные продажи которые я озвучил по повестке экономического календаря роничные продажи в сша тоже отчеты по идее важный но он вряд ли сможет сейчас вмешаться в текущую динамику доллара потому что те кто сейчас покупают американскую валюту они заряжены именно ожиданиями того что фрс из-за последнего отчета по инфляции дрогнет испугается то что она может оказаться в более длительные и перспективе разрушительные для американской экономики попробует что-то сделать чтобы ее остановить что-то сделать я имею ввиду повысить процентную ставку пока мы не дождемся официальной позиции фрс в лице джерома пау его комментариев а это друзья в лучшем случае только следующей неделе конечно же доллар будет пользоваться локальным спросом потому что всем нравится идея того что фрс пойдет на повышение процентной ставки раньше чем ожидалось из-за последнего скачка инфляции в результате которого индекс потребительских цен достиг максимального значения за последние на 30 лет я рекомендую не открывать новую позицию по долларам вообще не связываться сейчас в единоличном ключе с только с этим активом поработать с другими инструментами которые я назвал золото 1866 ставка в лонг в приоритете очень правильный отчет от блумберга относительно роста инфляционных ожиданий что сейчас нужно смотреть не только на фактические цифры но и на перспективу так вот отчет инфляционных ожиданий по росту инфляции на 12 месяцев сейчас находится и показывает значение индикатора на то что не находится на максимуме за последние получается 17 лет друзья это тоже говорит о многом если через месяц индекс потребительских цен выйдет на новые максимумы я в этом не сомневаюсь то соответственно этот индикатор также будет расти и снова я напоминаю вам что таких условиях когда уже зафиксирован резкий рост инфляции есть понимание того что инфляция будет расти и дальше но почему бы не купить золото которое пользуется сейчас такой а поддержкой действительно растет а цель 1900 остается прежней рынок нефти 82 69 постепенно восстанавливаемся есть омрачающий фактор для покупателя это возможная продажа стратегических запасов резервов сша однако сразу хочу сказать друзья то что даже если сша созреют на это решение если это будет объявлено официально мы увидим какие-то цифры по этим продажам рынок нефти потенциально может снизиться но это будет искусственное снижение которое на дистанции в несколько недель даже не сможет совладать с фундаментальным фоном а фундаментальный фон представлен растущим спросом и дефицитом предложения поэтому как ни крути но мы все равно вернемся к восходящей тенденции и я рассчитываю что ниже 80 долларов за баррель бренд уже ближайшее время не пройдет и дальше мы будем метить только лишь на 90 и выше при снижении опять же при укреплении наши позиции относительно роста нефти при развитии восходящей динамики больше поддержку будет получать канадский доллар 1 2509 пара доллар канадец сейчас снижается наша цель 123 и напоминаю что на этой неделе будет несколько отчетов по канаде очень важных ранее банк анады свернул программу количественного смягчения сказал что если статистика не будет расчаровать то анонсирует скорое повышение процентной ставки нужно чтобы нет сейчас не подкачала держалась как минимум на текущих уровнях и тогда пара доллар канадец принесет нам хороший профит уже в рамках на этой неделе и фондовый рынок а снова ждем максимумы 4 700 уже не с горами фактически пор 4676 пунктов на этом собственно все большое спасибо за внимание всем хорошей торговой сессии пока